МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец света. В Улан-Удэ началось массовое отключение электричества. Горожане задолжали энергетикам миллионы рублей. Эта программа «Есть разговор». Я Зоя Цединшеева. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях директор производственного отделения энергосбыт Виталий Бородин. Виталий Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. 165 миллионов рублей должны горожане энергосбыту. Расскажите, пожалуйста, за какой период эта цифра? Данная сумма задолженности населения Республики Бурятия сложилась за время действия морозка Сибири в качестве гарантирующего поставщика, то есть с 1 мая 2013 года. И, как вы уже сказали, на сегодняшний момент сумма просроченной задолженности составляет 165 миллионов рублей, которая проблемная, которая сейчас отрабатывается нашей компанией. Хорошо. Вот какова должна быть сумма долга перед тем, как потребитель будет отключен от электричества? В соответствии с действительным законодательством потребитель имеет право оплатить электрическую энергию, обязан оплатить электрическую энергию до 10-го числа ежемесячно. Введение ограничения режима потребления электроэнергии допускается в соответствии с законом за период задолженности свыше двух месяцев. Это есть основания для прекращения подачи электрической энергии. Хорошо. А вот какую разъяснительную работу вы ввели с населением, прежде чем началось вот это повальное отключение электричества? В компании Морозка Сибири Бурятнерго ежемесячно проводится смс-информирование наших абонентов путем рассылки смс-сообщений. Далее наш колл-центр и центр обслуживания клиентов производят обзвон абонентов. Также есть функция автодозвона, когда автоответчикам доводится сумма задолженности до каждого абонента. Плюс служба СМИ отрабатывает в средствах массовой информации, телевидения, радио, газеты и так далее. Расскажите, пожалуйста, какие категории потребителей будут отключены в первую очередь? Я так понимаю, это наверняка злостные неплательщики, которые задолжали за полгода, за год. Да, вы совершенно правы. В первую очередь усилие энергетика направлено на отключение именно злостных неплательщиков, которые задолжали за потребленную электричественную энергию свыше трех месяцев. Эта категория, как говорится, номер один, которая планируется для отключений. Вот, Виталий Валерьевич, не секрет, что у нас юридические лица также являются должниками. Вот расскажите, как вы с ними работаете? Если говорить про задолженность юридических лиц Республики Бурятия, наиболее проблемная группа – это потребители группы ЖКХ, ЖКХ. Предприятия ЖКХ на сегодняшний момент задолжали энергетикам более 150 миллионов рублей. Из них 100 миллионов – это просроченные задолженности, которые проблематичны к взысканию. Основными должниками предприятий ЖКХ у нас являются ЖКХ Севербайкальского района, города Севербайкальска, Муйский район, Селингинский район, Кяхтинский район. И, надо констатировать, очень большие проблемы энергетиков с неплатежами городских предприятий ЖКХ – это городской водоканал и Байкальская коммунальная система. Водоканал на сегодняшний момент задолжал энергетикам более 27 миллионов рублей. И по Байкальским коммунальным системам на сегодняшний момент задолженность составляет около 14 миллионов рублей. Вы сказали, что 155 миллионов рублей задолжали управляющие компании. Я правильно Вас поняла? Предприятия ЖКХ. А потребители должны 165 миллионов. Соответственно, кто должен больше, юридические лица или обычные горожане? Можно сказать, что задолженность и юридических лиц, и физических лиц на 50 на 50. То есть половину всех проблемных долгов нам должны население, половину предприятий ЖКХ. И надо упомянуть, есть еще одна проблема предприятия – это оборонный энергосбыт. Федеральное предприятие, которое на сегодняшний момент должно энергетикам свыше 100 миллионов рублей. У них задолженность сложилась за период с ноября прошлого года. Предприятие по линии Министерства обороны, к сожалению, с ноября прошлого года систематически нарушает свои обязательства по оплате за потребленную электрическую энергию. Хорошо. Вот кроме отключения, повального отключения электричества, какие еще есть у Вас методы воздействия на неплательщиков? Наиболее, будем говорить, действенный после рубильника метод воздействия – это является исковое исполнительное производство. То есть наша служба, департамент правового обеспечения, служба юристов ежемесячно, ежесуточно отрабатывает депутатскую должность в судах, в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции. Получаем сментные листы, отрабатываем в дальнейшем с банками, со службы судебных пристав и так далее. Виталий Валерьевич, мы же понимаем, что все мы люди и бывают ситуации, когда действительно нет средств заплатить за коммунальные услуги. В этом случае на какие Вы можете пойти уступки населению? В частности, в случае, если возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, когда человек попал в сложные или тяжелые жизненные условия, допускается предоставление рассрочки. То есть для этого абоненту необходимо обратиться в ближайший пункт обслуживания клиентов, это с бытовой участок, либо участок РЭС, и на месте решить проблемы с энергетиками, в части подписания соглашения о рассрочке платежей, с определением сроков погашения, сроков конкретных и так далее. К нам в телекомпанию постоянно обращаются люди, горожане с вопросом о том, почему начисляются такие большие суммы за общедомовые нужды. Да, проблема общедомовых нужд, она действительно стоит остро. И особенно остро она стала с того времени, когда мы в Росказ-Сибири приступили к функциям гарантирующего поставщика, и с 1 мая 2013 года начали в массовом количестве, практически 100% по всем жилым домам, начислять так называемый общедомовой расход. Да, проблема остро в чем? Первое, на данный момент управляющие компании, которые обязаны следить за содержанием общего имущества дома, сами жильцы, которые являются долевыми собственниками своего имущества, к сожалению, не следят за своими внутридомовыми инженерными коммуникациями, в результате чего допускаются большие и значительные, я бы даже сказал, случаи и факты хищения электрической энергии. Это хищение электрической энергии, это безучетные потребления, это наличие на первых этажах, на квартирных жилых домах потребителей юридических лиц, которые не торопятся заключать договора о энергособожении с гарантирующим поставщиком, и, соответственно, гарантирующий поставщик, не зная о существовании таких абонентов, также производит начисление их объема потребления в качестве общедомовых нужд. Следующая причина, на которую можно остановить свое внимание, это отсутствие приборов учета у некоторых абонентов, проживающих на квартирных домах. Таким образом, отсутствие прибора учета, по закону у нас абонент имеет право, в отсутствие прибора учета абонент имеет право использовать норматив электропотребления, который установлен на территории Бурятии республиканская служба по тарифам. Необходимо отметить, что величина норматива потребления далеко занижена от объема фактического потребления среднестатистической семьи, в результате чего многим лицам выгодно ликвидировать прибор учета, сломать его, якобы утерять, в результате чего применяется норматив, который не отражает их фактического потребления. И в результате разница между фактическим потреблением и тем, что оплачивает человек по нормативу, ложится опять же на его соседей. И вот, по сути дела, это основные факторы и критерии, это, еще раз повторюсь, безучетное потребление, хищение электрической энергии, это наличие бездоговорного потребления, мастерских, управляющих компаний и так далее. Это отсутствие приборов учета и расчета по нормативу, это три основные составляющие, в результате чего наши общедомовые нужды, они, извините за жение, шкалят сверх всякой нормы. Ну, вы сейчас объяснили нам ситуацию, когда виновен потребитель. Но есть случаи, когда у потребителей воруют, собственно, деньги. Вот, например, в начале февраля стало известно, что в Бичурском районе Бурятии, в селе Бичура, жители многоквартирного дома переплачивали за ОДН. Дело в том, что Бичурский сбытовой участок начислял неправильно плату за ОДН, в то время как объем электрической энергии в жилых и нежилых помещениях, соответственно, тоже учитывался неправильно. Экс-начальника участка Бурят Энерго в итоге оштрафовали. Расскажите, пожалуйста, кто должен следить за начислениями? Ну, все начисления общедомовых нужд и расчет с потребителями идет гарантирующий поставщик. Поэтому в данном случае, что касается Бичуры, да, действительно, там была допущена со стороны наших работников ошибка при начислении общедомовых нужд. Эта ошибка была своевременно исправлена после того, как жильцы обратились с заявлением. Перерасчет всем жильцам был выполнен в полном объеме. Вот, что касается наказания участка, да, со стороны Роспотребнадзора была применена мера административного, будем говорить, воздействия. Вот, ну, данный вопрос рассматривается сейчас в суде общей юрисдикции. Но Вы говорите о том, что были приняты меры после того, как этот факт был выявлен. Но до этого кто проводит какие-то проверки, как начисляется ОДН, плата за общедомовые нужды? В каждом районе, в каждом районе Республики Бурятия, в городе ОЛНД, имеется свое подразделение, забытовое подразделение, которое входит в структурный состав района электрических сетей, либо производственного отделения. И есть в каждом районе свой руководитель, который отвечает за работу в своем подразделении. А вот юридические лица, например, аптеки, магазины, которые находятся в доме, они ведь тоже должны оплачивать услуги ОДН? Да, совершенно верно. Всем юридическим лицам, расположенных на квартирных домах, также начисляются общедомовые нужды. Это жильцы должны четко контролировать всех юридических лиц, которые расположены в их домах, потому что жильцы являются собственниками своего дома. Должны контролировать, имеет этот потребитель договорных собжений с гарантирующим поставщиком, либо не имеет, и сидит, извините за выражение, на шее у этих жильцов. Поэтому здесь, со своей стороны, я прошу также оказать помощь всех жильцов. То есть энергетики, они не обладают таким мощным штатом для того, чтобы 100% ухватить все жилые дома города Лондэ, коих насчитывается несколько тысяч. Поэтому от жильцов тоже очень многое зависит, и их участие от их бдительности в управлении своим домом также зависит очень многое, в том числе и начисление их конкретно ОДН. Хорошо, если жильцы все-таки увидели, что аптеки, магазины не выплачивают ОДН, что куда им обратиться с жалобой? Ну, наглядный пример могу привести в качестве следующей. В пятницу приехали инициативные группы жильцов с улицы Жердева, 33, также с вопросами, почему у них начисляется большое количество ОДН. Сделали полностью аналитику, выяснилось, что управляющая компания Атриум не имеет абсолютно договоров о энергособжении. Более того, мастерские, которые расположены в подвале данного дома по Жердеву, 33, обеспечиваются электроэнергией за счет этих жильцов. Жильцы оплачивают их в составе собственного ОДН. Вся эта информация была инициативно на группе ВДН. То есть мы, с своей стороны, проводим инспекторскую работу, направленную на заключение договора сейчас с этой управляющей компанией Атриум, для того, чтобы сминусовать расход жильцов. Ну, а жильцы, с своей стороны, также должны контролировать, насколько управляющая компания выполняет свои обязательства и действительно снимает бремя своего, будем говорить, содержания с этих жильцов. Но это дело сейчас находится на рассмотрении. Ну, это дело находится, я так скажу, уже в работе. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос конкретно по этому дому закроем. Что касается в целом, жильцы могут проинформировать ПО «Энергосбыт», ближайшее с бытовое подразделение, о фактах возможных хищения электрической энергии, о случаях бездоговорного употребления электрической энергии. Мы обязательно реагируем по всем жалобам. У нас работает отдел населения, фиксируются все жалобы, и мы на каждую жалобу индивидуально даем ответы. И о результатах уже проведенных проверок мы информируем всех заявителей. Виталий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, какие изменения тарифа ожидают нас в этом году и ждут ли вообще? Ну, уже по сложившейся традиции, изменение тарифов, республиканская служба по тарифу происходит с 1 июля. На второй полугодии уже утвержден тариф для населения Республики Бурятия. Но для юридических лиц, понятно, тарифы, они цена свободная, поэтому тариф варьируется в зависимости от той цены, которая складывается на оптовом рынке. Для населения в первом полугодии тариф 2 рубля 75 копеек, на второе полугодие служба по тарифам Республики Бурятия утверждено определенное повышение тарифа до уровня 2 рубля 863 тысячных рубля. Вот так скажем. То есть, есть определенный нюанс, надо уже, наверное, всех жителей заранее предупреждать, что когда рассчитывается объем потребления, уже используются не две цифры после запятой, а вот такой сюрприз нам служба по тарифам в этом году сделала. Три знака после запятой, то есть 2,863 рубля за 1 кВт час с 1 июля. Но это какие-то трудности вызовет у потребителей, вот с введением вот этих трех цифр в конце? Я не думаю, что это вызовет определенные какие-то трудности, просто нужно быть более внимательным и не допускать округления, потому что в объеме потребления Республики Бурятия населением, да, 3 тысячных довольно-таки существенные деньги для энергетиков. Поэтому только внимательность. А сложностей никаких. А вот расскажите, будет ли у нас вводиться социальная норма электропотребления? По данному вопросу, наверное, хотелось все-таки этот вопрос ближе задать к правительству. Почему? Потому что данный вопрос рассматривается на заседании правительства. Более того, руководителям нашей страны поставлена четкая задача, что введение социальной нормы в регионах не должно привести к повышению тарифов и повышению платежей со стороны населения. Со службой по тарифам Республики Бурятия проводится совещание по данному вопросу. Ожидается, что к 1 марта служба по тарифам рассмотрит и уже в первом приближении утвердит проект норматива. Ну, какой норматив появится, потом уже будем считать, смотреть и насколько сильно он повлияет на социально-экономическую обстановку нашей Республики. Пока, наверное, преждевременно говорить о каких-то негативных либо позитивных моментах отведения норматива потребления. Почему? Потому что по факту он еще не посчитан, не рассчитан и не опубликован. Ну, вот на ваш взгляд, Бурятия все-таки готова к этим изменениям или пока нет? Понимаете, есть определенные сложности. То есть при расчете социальной нормы потребления используется достаточно много факторов, которые влияют на эту социальную норму. Такие, например, как пенсионер, не пенсионер, ветхое или аварийное жилье со степенью износа 70% либо 90%, наличие или отсутствие электроплит, наличие или отсутствие электрокотла, водоподогрева, гаражи, стайки. Это все отдельные категории, на которые начисляется определенный повышающий коэффициент при исчислении социальной нормы потребления. И для того, чтобы ее правильно и грамотно начислить абоненту, для этого нужно знать полностью количество прописанных, состав семьи, степень благоустройства и так далее. Соответственно, в отсутствие данной информации могут возникать определенные трудности и сложности. И поэтому, если все-таки социальная норма будет принята решение, она будет введена на территории Бурятии, тогда, конечно, предстоит очень серьезная и обширная работа с нашими абонентами по сбору, обобщению этой информации, занесению все это в программный комплекс, доработке самого программного комплекса. Но я думаю, что мы в случае введения социальной нормы все равно успешно справимся с этой работой. Виталий Валерьевич, я благодарю Вас за беседу. Спасибо. Это была программа «Есть разговор». Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин